Участница под номером 1 прогревает ковшом с кипящей водой стол, чтобы на нем приготовить шоколадные короны для своего десерта. А всего сегодня в кулинарном мастерстве соревнуются 8 участников со всей республики и у каждого свой помощник. Судьи следят за всем процессом, ставят баллы по разным критериям, их больше 20. Внимание обращают на любые детали. К примеру, какой разделочной доской пользуется участник. Для каждого продукта разный цвет. Желтая для птицы, синяя для рыбы, коричневая для приготовления к подаче готовых блюд. Подача. До второй подачи 30 минут. После приготовления блюдо выносят на отдельный стол двумя порциями от участника. Там уже другие судьи оценивают внешний вид, смотрят, чтобы на тарелке не осталось отпечатков рук, а температуру подачи измеряют сразу двумя приборами для точности. Для холодных блюд это от 1 до 14 градусов. Затем одну порцию оставляют для презентации, а другую относят на пробу. Сейчас здесь проходят дегустации. Судьи дегустационной коллегии пробуют блюдо на вкус. Им нельзя выражать свои эмоции, поэтому сходу определить, пересолено блюдо или нет, так и нельзя. Поварской чемпионат будет продолжаться три дня. В первый день участники готовили фингерфуд. Это еда, которую можно есть руками или в простонародье закуски. И второе блюдо – десерт из трех видов шоколада. Все три дня соревнований строго прописаны в правилах и едины для всех регионов России. Но есть нюансы, о которых участники узнают за день до приготовления блюда. Особенность выполнения заключается в том, что у нас черный ящик. Один продукт выбрали в фингерфуде, у нас должен быть творог. Второй продукт – это обязательно печень. Региональный чемпионат молодые профессионалы в Хакасии проводят третий год. Победитель поедет на всероссийские соревнования в Чебоксары. А если повезет, то получит возможность представлять национальную сборную России уже на международном уровне в Казани. Алена Трынкина, Григорий Сараев, Новости, 7-й телеканал.